Здравствуйте! Начнем третье видео из серии про Blender 2.8 и что в нем будет нового. В этом видео мы поговорим про новый движок Blender 2.8 Eevee, что это и общие какие-то вопросы о нем обсудим. Итак, первое Eevee, что это такое вкратце? Eevee или Extra Easy Virtual Environment Engine это полноценный движок для визуализации в реальном времени, который работает с PBR-моделью. PBR-модель вкратце и очень неполный, современный метод создания материалов для объектов, который позволяет создать более реалистично выглядящие объекты, более просто для того, кто создает материалы, то есть более понятно. И это происходит на основе основных четырех карт, которые используются. При этом это альбедо или цвет поверхности, обозначение металлик или диэлектрик, объект этот или материал, шершавость или гладкость поверхности, а также карта нормали, имитирующая рельеф поверхности. Эта модель PBR используется современными игровыми движками, такими как например Unreal Engine 4, специализированными программами, такими как например Substance, Painter Designer 3D Code, Marmoset Toolback и так далее. И появление Eevee, помимо прочего, позволит создавать модели в Blender и знать, что они будут выглядеть точно так же, если мы перенесем их в другую программу. То есть вот эта модель будет одинаковой. Для чего таким образом подойдет Eevee? Главные цели развития и разработки Eevee. Это первая. Поддержка PBR модели, о которой я уже сказала, в частности, пайплайна с картами Metallic и Roughness, то есть металлический и неметаллический объект, а также шероховатый или гладкий. Но это уже присутствует. И плюс в Eevee работает Principle Shader, который появился в 2.79. То есть Eevee и Cycles делят этот шейдер. И объект, который с своего помощью создан, или материал, который создан, можно быстро отобразить как в одном, так и в другом, с теми же настройками. Второе. Это поддержка рендеринга в реальном времени. Но при этом преимущество отдается качеству картинки, даже если это приведет к более низкому FPS. То есть Eevee, в принципе, не позиционируется как конкурент к каким-то существующим игровым движкам, например, тому же Unreal Engine 4, а служит инструментом, например, для предварительной визуализации, для получения картинки приемлемой или хорошего качества за гораздо меньше, чем обычно время, плюс никакого шума при рендере. Например, может также использоваться для разработки игровых моделей, визуализации каких-то физических симуляций и так далее. Опять же, все это за гораздо более короткое время, чем это было бы в Cycles, да, и с отсутствием шума. Eevee также поддерживает текстуру высокого разрешения, анимацию, и может работать со сценами в десятки миллионов полигонов. Например, да, вот эти тестовые сцены, которые лежат, они разное там количество полигонов, но в одной, я вот когда смотрела видео по ним, это там, по-моему, было за 20 миллионов полигонов. То есть, и он это, в принципе, отображал. Конечно, опять же, зависит от производительности компьютера и так далее, но тем не менее, это все равно очень-очень впечатляющий результат. Уже запеченную анимацию, опять же, можно визуализировать в Eevee с помощью существующих шейдеров. Дам ссылку на видео, где визуализация воды, которая была запечена Blender 2.79, там, да, каком-то, и автор перенес там ее в движок Eevee и поставил глаз шейдер, и выглядит все замечательно. При желании можно использовать и для рендеринга анимации, в принципе, если качество картинки вас устраивает. Ну, и опять же, использование новейших возможностей компьютерной графики в работе этого движка, да, то есть он подходит для быстрого получения картинки достаточно хорошего качества, и плюс различные эффекты, которые в нем доступны, позволят также улучшить эту картинку и получить на выходе качественное изображение. Третий, значит, такой большой пункт. Какие возможности обозначены в планах у разработчиков? Ну, первое, уже есть в том или ином виде поддержка PBR в лице специфических шейдеров, и принципы шейдера, про которые уже сказала, которые делят Cycles и Eevee. Прозрачность и рефракция с помощью глаз шейдера, опять же, уже упомянутого, например, можно легко создать скованное льдом стекло. Screen Space Reflections, отражения, которые пока что не работают с прозрачностью, но, как я понимаю, будут, и также Ambient Occlusion. Volumetrics или работа с эффектами в объеме, такими как атмосфера, облака, дым, огонь и так далее. Уже можно создать обозначенные вещи в Eevee, уже есть соответствующие ролики, дам ссылки на них в описании. Motion Blur или размытие при движении пока из камеры работает. Глубина поля пока из камеры. Также работает Bloom или эффект свечения от излучающих объектов. Работает подповерхностное рассеивание. Работают мягкие тени в той или иной степени. Плюс, помимо этого, что уже есть? Уже есть поддержка HDR-карт, то есть карты окружения, поддержка источников света, кроме и Хайми, поддержка большого количества полигонов, опять же, в Юпорте, про который уже упомянула, световые пробы, такие как куб, сфера, плоскости и радианс проб, которые позволяют более качественно осветить сцену. Работают уже процедурные текстуры. И также ноды Cycles частично работают в Eevee, шейдеры Cycles, типа того же Principle, типа Glass. И какие... То есть с этим со всем уже можно поиграть. Это уже в той или иной степени работает. Какие дальнейшие функции планируются? Ну вот я тут список привела первая половина 2018 года. Да, вот какие должны были быть функции под поверхностное рассеивание уже есть. Затем Lazy Shader Compilation или ленивая компиляция шейдеров – это для быстрой загрузки файлов. То есть сначала пользователь будет получать доступ к интерфейсу и к управлению интерфейсом, а затем уже будут подгружаться шейдеры. То есть это позволит быстрее открывать файлы и не ждать вот это время, пока эти все шейдеры загрузятся, чтобы получить доступ к интерфейсу. Еще одна функция Frostrum Culling – она ускорит обновление вьюпорта за счет неучета того, что находится за пределами видимости нашего окна вьюпорта, например, или камеры. Open Subdiv – очень быстрый subdiv от Pixar. Instancing и рисование волос. И поддержка работы с волосами. Вторая половина 2018-го и далее – это превью материалов, Batch Render, Ground Truth Specular Occlusion. Не могу сказать, что это. Если хотите, поройтесь в интернете. Я просто не настолько понимаю вот эти все технические детали, чтобы вообще какие-то замечания свои по этому поводу делать. Следующий пункт – это композитор во вьюпорте. Следующий – это затененный вид UV-развертки. Это когда световые эффекты, которые у вас есть в сцене, накладываются поверх развертки. Если вы видели, как в Substance Painter это делается, я так понимаю, что примерно вот так это и будет сделано. Вертексный шейдер Material, Parallax Occlusion Mapping и Pixel DefoSet. Это, в общем, очень чередящий по отношению к ресурсам и очень хорошо выглядящий эффект глубины. Пример Parallax Mapping можно уже посмотреть на примере Unreal Engine 4. Можете вбить поисковики и посмотреть, как это все выглядит. Он там есть уже. А также, что среди обозначенного в плане разработки. Первая – поддержка всех реалистичных источников света в Blender, кроме Хайми. Поддержка мягких теней. Обершейдеры, наподобие тех, что как раз в Unreal Engine 4, но не всех, а части какой-то. Решения в области интерфейса для возможности вывода материалов сразу несколько движков. То есть, например, создание материала и ноды для Cycles, вывода, например, для Blend4Web сетевого, для Ivi и так далее. То есть, чтобы вы могли просто конечный нод материала в соответствующий слот поместить и получить на выходе нужный вам материал для нужного вам движка. Следующая – это переработка или замена Blender Internal как вариант для подстраховки будет оставлен Cycles. Ну, Blender Internal мы всегда сможем пользоваться в старых версиях Blender. Понятно. Продвинутые материалы, такие как материал с подповерхностным рассеиванием. Да, вот я уже говорила, что он уже сделан. Материалы, которые объем имитируют, то есть, вот для создания там эффектов огня, дыма и прочего, да. Световые пробы, опять же, уже сделаны. Я уже упоминала, да. Вот сейчас есть сфера Куб, есть плоскость отражения и есть вот это вот Irradiance Probe, да, которая для создания улучшенного света. И последнее из эффектов постобработки, еще из неперечисленных, да, помимо того, что я уже перечисляла, это антиалясинг для устранения шума. Так, ну, на этом все об общих вопросах каких-то про ИВИ и для чего он нужен там, да, и какие функции планируются, какие уже сделаны, мы поговорили. В следующем видео давайте посмотрим на эти функции подробнее и я покажу, как они работают. На этом все. Спасибо. Спасибо.